Таким образом, этот крупный рост для биткоина, прежде всего, представляю, какую большую роль сыграл в образовании прибыли за 2023 год. Какой результат получился у SkyBridge? Что ж, для нашего основного фонда, имеющего диверсификацию в различные стратегии, этот год стал очень хорошим, около 25%. Таков результат нашего монетного фонда, который содержит монеты, такие как эфир, биткоин, а некоторые, такие как солана, имеют показатель аж в 130. Очевидно, что биткоин-фонд около 27%. Таковы прибыли по состоянию на сегодняшний день. Слушай, но ведь на самом деле у меня был прошлый год тяжелым. Так что все эти цифры я называю с огромным смирением. Ведь в рынке есть огромное количество влатильности. Одновременно с этим, я уверен, что у нас появится ETF. При этом, скорее всего, во время первой, либо второй недели января. Одновременно с этим, в мире цифровых активов произошло много странных вещей. Но, скажу следующее, даже если кто-то резко выключит рубильник, например, Гарри Генслер, или же, например, его пресловутая Люси, или же о котором индустрия хорошо наслышана, Чарли Браун, то на самом деле не думаю, что это все-таки повлияет на индустрию. Я думаю, экспоненциальный рост кошельков и экспоненциальное глобальное распространение биткоина вынудит цену двигаться еще выше в течение 2024. Смотри, я думаю, что один из вопросов, который также задает и наша аудитория, следующий. Имеет место множество разговоров о крипто и разговорах о биткоине, но в какой степени я должен в него заходить? Ведь ты один из тех, кто следит за рынком очень долгое время, даже с учетом представления самого возраста крипторынка. Ты можешь подсказать нашей аудитории, хотя бы в общем, как много SkyBridge купила или инвестировала в активы, подобные биткоину? Что ж, вся сложность в том, что если ты инвестируешь 5%, а актив вырастает, скажем, на 130%, то у тебя получается от 12 до 13% позиция. И основной вопрос заключается в том, сократишь ты свою позицию в результате ее роста. И это напоминает то, что однажды сказал Уоррен Баффетт. Я бы не применял своего Майкла Джордана на пять других игроков, назвав это диверсификацией. Так что, скорее мы, если концентрация в нашем портфеле усилится в результате роста стоимости актива, мы не против этого, но наша начальная точка была 5%. Что же касается индивидуальных инвесторов, и когда говорю об этом в своих публичных выступлениях, как, например, в апреле во Флориде, а также и вчера, то от 1 до 3%, если хотите агрессивно инвестировать, может быть 5%, но от 1 до 3% это достаточно для вхождения, чтобы для вашего портфеля стало позитивной инвестицией. Это не создаст корреляции с некоторыми другими активами. И если посмотреть на ежемесячные прибыли для биткоина в данном году, даже с учетом того, что S&P показывал не очень хорошие результаты, у биткоина было все в порядке. И со временем мы наблюдаем за процессом так называемого эффекта отвязки от рынков акций и облигаций. Поэтому для меня это становится логичным, что это актив для сохранения стоимости. Это успешное цифровое золото. Это рынок с сегодняшней капитализацией в 700 или 800 миллиардов. И если у нас получится образовать эффект этого прозвища цифрового золота, то он начнет торговаться там, где торгуется золото. И, учитывая движение времени и рынков, он стремится к отметке в 12 триллионов долларов. Биткоина еще много впереди. Но повторюсь, что небольшие объемы для личного инвестирования это то, что мы рекомендовали. Хочу к этому дополнить то, что, очевидно, если бы мы могли знать, что будет через год, то мы бы вели этот разговор на мегаяхтах. Но все же инвесторам, которым интересно, куда пойдет далее биткоин, каков твой прогноз относительно того, где мы будем через год? Что ж, единственное, в чем я всегда был прав, это в том, что ошибался. Например, я говорил два года назад, что биткоин будет торговаться на уровне 100 тысяч за монету. Я все еще думаю, что он достигнет этого, но очевидно, что я опоздал на два года. Я думаю, что для людей более важно то, что это стратегия купить и удерживать. В прошлом году я выпрашивал у инвесторов, так как мы были в прошлом году в минусе. И все из-за нашей позиции в биткоине. А в 2021-м я не стал гением. При этом не таким глупцом, когда мы смотрели на 2022-й. Поэтому я бы рекомендовал тем, кто сейчас держит биткоин. Знаете, мои друзья, такие как Тим Дрэпер и Кэти Ууд, очень внимательно изучавшие данный вопрос, прогнозируют от 250 до 500 тысяч долларов за монету. И этим я хочу лишь подчеркнуть то, что если я прав, или если мы коллегиально правы, в том, что это цифровое золото, то оно все еще ниже с точки зрения капитализации рынка, если сравнивать с самим золотом. Поэтому эта ситуация может довести биткоина до 3,5-4 триллионов долларов. При этом золото – актив с 10 триллионами долларов капитализации. Так что я не вижу причин, почему туда биткоин не дойдет. Но, конечно же, путь этот будет связан со волатильностью, а от людей будет требоваться терпение. В этом году у нас был выдающийся год, возможно, даже самый лучший год за всю историю SkyBridge. Но это было после того, как у нас образовался действительно плохой год. Так что я лишь предупреждаю людей, чтобы они были терпеливыми. Это ранний актив. Он еще молодой, находящийся в ранней стадии распространения, для которого события происходят экспоненциально. Так что советую всем держаться курса. Энтони, помимо того, что с ростом веры людей в этот актив, также и институционалы начинают возвращаться в цифровые валюты. Я уверен, что ты слышал последний комментарий главы Дж.П. Моргана Джейми Даймона на слушаниях в Конгрессе. Ранее он использовал такие слова, как «мошенничество» и «финансовые пирамиды», описывая цифровые валюты. Но он сказал законодателям... Он сказал... Однозначно. Но он сказал законодателям, что он бы запретил крипто, если бы он был в правительстве. Как прокомментируешь это? Что ж, он один из самых умных людей в индустрии, так что очевидно знает, что он не может запретить эту полностью децентрализованную сеть. А также он знает, что в этих цифровых активах происходит значительный объем активности, и особенно в биткоине. Это происходит по всему миру, а не только лишь в Соединенных Штатах. Более того, китайская коммунистическая партия, являющаяся авторитетной структурой в Китае, запретила биткоин и запретила майнинг биткоина. При этом по-прежнему в Китае осуществляется 10% майнинга и по крайней мере 15% от всех транзакций. Джеми это знает и, кроме того, понимает, откуда это все идет. Ведь он в крупнейшей традиционной финансовой компании в мире, при этом одной из наиболее успешных, которая крайне зарегулирована людьми, к которым он обращается. И в частности, Элизабет Уоррен, которая является президентом Комитета финансовых услуг, который, похоже, администрация Байдена передает свою власть. И очень очевидно, что она ненавидит биткоин. И я бы с ней был осторожен, потому что, я думаю, это является частью нашего будущего. И это меня беспокоит, потому что, как только некто такой, как профессор Уоррен или сенатор Уоррен, не делает свое домашнее задание на данную тему, предназначенную для помощи тем, кто не имеет банковских счетов. Ведь именно для этого биткоин и придуман. И ведь, предположительно, она это понимает, она прогрессивна, потому что нет ничего в финансовом окружении более прогрессивного, чем биткоин. Так что, я бы ей предложил выполнить свое домашнее задание. Поэтому я уверен, что Джейми, когда нормативно-правовая база станет немного более устоявшейся, свой тон поменяет. И я понимаю, откуда произрастает его позиция. Он хочет, чтобы эти регуляторы отстали от него. Но последующим логичным вопросом будет, «Мистер Дэймон, я ценю вашу позицию, но сколько, ребята, это тратите вы денег на исследование биткоинов?» Ведь от вашего исследовательского подразделения мы видим эти очень повыше настроенные комментарии. Там тратятся большие деньги. Так что понимаю, почему вы создали свою собственную монету от JP Morgan Coin. Куда вы вкладываете ежегодно с точки зрения капитала, человеческого капитала, инвестиционного капитала, часть активов вашего инвестиционного банка или коммерческого банка в эти цифровые активы? И, очевидно, они не задавали ему эти вопросы, выпустив лишь заголовки того, что он сказал. Но, конечно же, это на цену не повлияло, потому что люди понимают, что правда между строк этих заявлений. И перед тем, как мы тебя отпустим, в виде напоминания за оставшуюся одну минуту, основатель FTX Сэм Бентнен Фрид осужден за мошенничество. FTX была венчурным подразделением, имеющая акции SkyBridge. Ты хотел выкупить обратно акции и участвовал в судебном процессе банкротства. Кратко, есть какие-то новости на эту тему. К сожалению, никаких новостей нет. Я думаю, у них были огромные активы, а эта часть была лишь небольшим кусочком. И теперь уже очевидно, что все это было большим мошенничеством, от которого пострадал и SkyBridge. Так что, я думаю, со временем эти вещи решатся. Но для нас хорошие новости в том, думаю, что это не повлияло на ведение бизнеса нашей компании. Поэтому для данных акций никаких экономических преференций нет. И я уверен, что в какой-то момент времени мы сможем их обратно выкупить. Нам просто понадобится на это какое-то время. И я рад, что ты затронул данную тему. Я думаю, что здесь справедливость восторжествовала. Мне интересно узнать, какой будет приговор для Сэма. Но как человеку мне грустно из-за него, из-за его родителей, из-за тех людей, которых он обманул. Сэма.